Очень экзотическое для нашей полосы массовое отравление. Посетители ресторана отравились устрицами. Компания совместно отмечала праздник, и все, кто употреблял устрицы, просто слегли. Началась рвота. Я лично слег в обед. До обеда уже узнал, что три человека отравились или четыре. Именно кто устрица? Двое не ели, с ними все в порядке, вообще прекрасно. Одна из девочек, которая была, у нее были галлюцинации, судорога сводила ноги. Симптомы были головокружение, тошнота, диарея, так у всех, у всей семьи. Жены были галлюцинации, бредила, не то, что бредила, казалось это. Пишет, Серега, плохо, я как тряпочка, но держусь. Пишет, мне стало хуже намного, я кое-как, они живые, они чуть лучше. У меня как внутри брага бродит. Со слов скорой, которая приезжала, в блюде было, видимо, расставление такое обширное, массовое, как они сказали. Была либо палочка, либо, возможно, блюда были, допустим, зарезаны слишком заранее, убиты, и просто поданы ему уже мертвыми, получается, слишком. Какие варианты еще могут быть, я, конечно, не знаю, но точно было что-то не в порядке. По отравлениям это вообще единичный случай, поэтому это не система в любом случае. У вас это первый раз вообще произошло? Такое отравление, да. И поэтому и я в шоке, и наше руководство тоже не понимает, как так могло произойти. Смотрите, у нас по этому вопросу общается наш директор, это Кирилл Феликсович. Он у нас пока отсутствует на месте, подъехать в ближайшее время он не может. Я ему звонил, попросил приехать, к сожалению, такой возможности сейчас нет. А другого руководства у нас сейчас есть. Я считаю, что люди должны нести ответственность. Если это место приличное, если кто-то занимается каким-то делом, то я тоже там работаю в определенной сфере. Если у нас что-то не так, то работаю с претензиями именно я. Я звоню и решаю этот вопрос. Если люди даже не могут позвонить и решить этот вопрос, я считаю, это неприемлемо. Кстати, в Роспотребнадзоре нам сообщили, что проводят проверку этого заведения и пытаются установить причины отравления.